Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Во второй половине ночи и днем в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов, днем 19-24. В горах ночью местами от 4 до 9 тепла, днем в горах местами плюс 9, плюс 14. В районах высокая пожароопасность. В Черкесии переменная облачность, ночью кратковременный дождь с грозой, днем сильный дождь гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, ночью будет 15-17 градусов, днем 22-24. В этом году свой 60-летний юбилей отметил наш коллега, радиожурналист, ведущий программ на нагайском языке Хусин Айбазов. С юбиляром встретился Али Баташев. Только текст радиопрограммы, твой голос и микрофон, через который производится запись. Радио в FM-диапазоне современное оборудование и качественный звук. Сейчас это кажется привычным, но раньше было по-другому, вспоминает юбиляр. Вот первый год, когда я работал, мы работали на таких бобинах. Это, конечно, неудобно. На такой бобине можно было записать 20-25 минут. Сейчас уже современная техника, конкретные маленькие портативные диктофоны. Конечно, есть ряд удобств. Хусин Айбазов работает на радио с 2003 года. Он радиожурналист и ведущий программ на нагайском языке. Таких как «Эхо войны», «Азори здесь тихие», «Заланью охотятся утром», «Маметекей», «Радуга» и многих других. Профессионал. Он очень хорошо знает свою работу и, самое главное, он любит ее. Отдельно, наверное, стоит рассказать о том, как он относится вообще к своим передачам, к подготовке передачи. Он выбирает всегда оригинальное название. Его названия передачи, они всегда оригинальны. То есть одинаковых или похожих вы никогда не найдете. Это тоже часть работы, которая у Хусина Якубовича, она какая-то своеобразная, она своя. Он привык к тому, что каждой передаче нужно отнестись очень серьезно. Он долго готовится, подбирает названия, подбирает музыкальное оформление, текст, респондентов. Они всегда интересны. И я думаю, что радиослушатели тоже всегда с нетерпением ждут передачи Хусина Якубовича. А еще Хусина Базов старается внести в передачу изюминку, особенно если она предназначена детской аудиторией. Каждый герой говорит своим голосом, но всех персонажей озвучивает автор. К примеру, чтобы создать впечатление об оккупации, сам записывает реплики фашистов, накладывает лай овчарок и получается оригинально. Важно, чтобы слушателю было интересно, говорит Хусин. Обратную связь я всегда получаю. Я с Шахарой еду в Черкес. Естественно, меня по дороге подбирают. Там у них есть маленькие приемники. Они говорят, что вчера мы тебя услышали, что-то понравилось, что-то не понравилось. Иногда просят, чтобы я скинул на флешку. Ну и гости, которые приезжают с Уренгоя, в основном они просят какие-то интересные передачи, что я записал. Больше всего автор любит делать передачи, рассказывающие о защите Отечества и детские радиопрограммы. Подробнее ознакомиться с творчеством Хусина Базова просто. Настройте радиоприемник на волну Радио России. 91,2 FM. Вещание ежедневно с 13 часов по московскому времени. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Следующий выпуск Вестей смотрите в 14.30 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Пятигорский государственный университет предлагает уникальную возможность получения качественного, высшего и среднего профессионального образования дистанционно, в том числе одновременно с обучением в любых вузах страны и мира. Прием документов до 26 августа онлайн на сайте университета. Поступай правильно! Поступай ПГУ! Продолжение следует... Продолжение следует...